На сегодняшний момент, конечно же, безусловно, мы видим пять столбов, на которых основано лечение, комплексное лечение больных с опухолями головы и шеи. И, конечно, здесь, на самом деле, Замир Ахмедовна совершенно права, должен быть еще шестой столб, посвященный поддерживающей симптоматическое в ряде случаев и палеотивному лечению больных данной локализации, поскольку мы прекрасно понимаем, что нас учат лечить больных качественно, но и важнейшие этапы поддерживающей терапии на всех этапах жизни наших онкологических больных крайне важны. Мы сегодня рассмотрим два исследования, которые значимо повлияют на подходы в лечении, в лекарственном лечении и комбинированном лечении наших больных. Это исследование Дискалейт, HPV и исследование Кенот 048, которые были представлены на ЭСМА в прошлом году. И вот об этом исследовании уже Михаил Маркович говорил, цель которого – оценить раннюю и позднюю токсичность токсимаба в сравнении с цисплатинов, комбинированным лечением больных, ассоциированных с вирусом папиллома человека, орофарингеального рака. И когда данный доклад был представлен на президентской сессии в прошлом году, то основное ключевое слово – это был шок, поскольку предполагалось, что больные с хорошим прогнозом, а речь идет о HPV-позитивной опухоли орофарингеальной зоны. Кроме того, что уже доказано, что цитоксимаб значимо влияет, улучшает общую выживаемость больных с опухолями головы и шеи плоскоклеточными. И кроме того, метаанализ, который показал, что у больных HPV-позитивной опухолью цитоксимаб лучше в сравнении с цисплатином. И когда исследование проводилось, всего лишь предполагалось, что да, уже доказано, что цитоксимаб улучшает общую выживаемость, надо было доказать, что снижается на цитоксимабе значимая токсичность по сравнению с цисплатином. Вот то исследование, о котором мы говорили, собственно, как выделяют больных низкого риска, это больные с опухолями орофарингеальной зоны, ассоциированные с вирусом папиллома человека, и видите, что выживаемость трехлетняя значимо выше по сравнению с больными с промежуточного и высокого риска. В основном это определяет степень распространенности опухоли и связь с курением. И в это исследование включались пациенты, опухоль которого была ассоциирована с вирусом папиллома человека. Вирус папиллома человека – это прежде всего низкий риск по классификации ENG, и, соответственно, это по степени распространенности ТНМ в седьмом трактовании стадия 3-4А. Большинство пациентов, опять-таки, были позитивны по отношению к вирусу папиллома человека. Степень распространенности процесса – это в основном большинство пациентов, у нас порядка более 60 – это первая, вторая стадия. В статус лимфатических узлов Н2 отмечался порядка 75% пациентов. И в статусе ПЭКОК – это пациенты в удовлетворительном состоянии. И вот то, что, в принципе, ожидалось, что цисплатин, он более будет токсичен как в отношении ранней, так и отсроченной токсичности, то оказалось, что цисплатин, что цитоксимаб – эти два препарата, несмотря на разный механизм действия и разный спектр токсичности, осложнения по отношению к серьёзной токсичности были значимы в обеих группах. Но вот что со всех обескуражило, что на цитоксимабе у пациентов, речь шла о комбинированном подходе лучевой терапии с цитоксимабом, по сравнению со стандартным подходом цисплатина с лучевой терапией, то частота рецидивов была значительно выше в группе пациентов, у которых цисплатин был заменён на цитоксимаб. Это касалось и локорегионального рецидива, и также в отношении отдалённого представительства болезни. Ну и самый важный критерий оценки эффективности лечения онкологических больных – это, конечно же, общая выживаемость. И опять-таки здесь замена цисплатина у пациентов низкого риска орофарингеального рака, ассоциированного с HPV-вирусом, оказалось, что эта замена привела к снижению показателей общей выживаемости. Речь шла о двугодичной выживаемости во всех исследуемых группах. И здесь опять-таки мы видим, что отмечается статически достоверное снижение показателей общей выживаемости. Особенно если это касается значимой степени распространённости процесса, двугодичная выживаемость с 93% снизилась до 67%. Это то, что касается выраженной степени распространённости процесса. И, соответственно, в группах с менее распространённым процессом, это по новому трактованию. Так, она мне бегает. Какая-то очень активная указка. Сейчас надо по ТНМ-8. Соответственно, здесь опять-таки мы видим разницу, пусть небольшую, но в 5% она всё равно присутствовала. И если говорить опять-таки о HPV, уже доказано, не у всех пациентов отмечалось, был небольшой процент. Но если взять тех пациентов, у кого у всех поголовно была ассоциация с вирусом папиллома, папиллома вируса человека, то оказалось опять-таки различий. Различия были значимы. 97% у пациентов, получающих комбинированное лечение на основе цисплотина, по сравнению с 89% у пациентов, которые получали место с цисплотина цитуксимаб. Ну и те вот уроки, которые сделали сами докладчики, и призывают, что, конечно же, крайне высока роль химиотропевтического лечения в комбинированном подходе лечения больных опухолями головы и шеи плоскоклеточной, в данном случае орафарегиальным. И в целом, конечно же, все те результаты, которые мы получили, должны основываться на значимой доказательной базе и, прежде всего, на исследованиях третьей фазы. И вот по исследованию доискалит HPV, замена цисплотина у пациентов HPV, позитивные опухоли низкого риска на цитуксимаб, мы получили сопоставимую токсичность и качество жизни, но хуже общая выживаемость и выше частота рецидивов. Речь шла, опять-таки, мы говорим о пациентах благоприятного прогноза, низкого риска, где у пациента орафарегиальный плоскоклеточный рак ассоциированный с вирусом папиллома человека. И, пожалуйста, у нас есть возможность проголосовать. Это мы здесь обсуждаем, опять-таки, пациентов орафарегиальным плоскоклеточным раком низкого риска, местно распространенный, где пациентам одна из опций, точнее, предлагается комбинированный подход лучевой терапии в комбинации с одним из лекарственных режимов. Первое – это лучевая терапия с введением цисплотина 100 мг на метр квадратный каждые 3 недели. Следующий подход – это лучевая терапия с еженедельным введением цисплотина. Лучевая терапия с введением комбинации цисплотин плюс 5 фторурацил каждые 3 недели. И, соответственно, четвертый подход – это лучевая терапия с введением таргетной терапии, назначением таргетной терапии цитоксимабом. Пожалуйста, голосуем. Вот Замир Ахмедовна тяжело вздыхает, но тот режим, который широко используется, наш центр на основе цисплотина 5-турурацил, я думаю, это просто речь больше шла именно о пациентах низкого риска, когда мы имеем достаточно высокую общую выживаемость, и когда хотелось именно замена цисплотина на цитоксимаб, цитоксимаб ожидала, что это приведет и к значимому снижению токсичности. Ну, токсичность мы получили равнозначную, но, к сожалению, не всегда все новое оказывается лучше на привычного старого. Но это, скорее всего, исключение, чем правило. Тем не менее, те исследователи, которые докладывали, действительно, вот и та же картинка, которые шли в конце, именно вот такой полный нокаут именно у данной группы пациентов благоприятного прогноза. Ну, вот у нас все-таки есть те, кто назначили бы лучевую терапию сведению цитоксимаба, но я думаю, что у нас есть возможность и будет возможность еще пересмотреть нашу трансляцию, которая будет выложена нашими специалистами IT, которые, благодаря которым мы не только освоили возможность общения в одном информационном пространстве, но еще возможность голосования, вот в медиа-арене спасибо большое, потому что вот эта технология, она уникальна, когда у нас есть возможность онлайн-голосования и коллег, которые не присутствуют сегодня в зале, а могут это делать дистанционно. Ну, тогда мы переходим дальше к следующему докладу, части, точнее, доклада, это посвящено исследованию КИНОТ 048, сегодня Замира Ахмедовна, уже там четко, я даже думаю, господи, как хорошо, что я ограничилась лишь только маленькой толикой данных, что да, действительно, это вот мы одновременно Замира Ахмедовна, и может быть, по времени в разное, но заходили и видели, что сейчас мы говорим, если говорим о пациентах и предлеченных особенно режимов, включающих препараты платины, мы имеем возможное значение двух иммунологических препаратов, это своего рода таргетные препараты, которые опосредственно воздействуют на опухоль через активизацию лимфоцитов, мы все водители, если представить, что было раньше, мы пытаясь воздействовать на опухоль, если у нас нажата одновременно педаль тормоза, педаль газа, что же делают антипедиингибиторы, ну, представьте себе, мы, снимая при одновременно нажатых двух педалях педаль тормоза, мы стартуем, и вот именно лимфоциты эффективно воздействуют на опухоль в ткань, уничтожая ее, но при этом происходит воздействие и на другие опухоли, другие ткани, и мы получаем так называемую иммуно-посредованную токсичность, то есть наряду с иммуно-посредованной токсичностью у нас появился еще один термин это финансовая токсичность, тем не менее, вот Анна Сергеевна нам сегодня говорила, что да, мы должны четко понимать тот портрет пациентов, который получит с наибольшей вероятностью пользу от назначения нового вида лечения, это касается и ниволумумаба, и пемпролизумаба, ну буквально несколько, так, следующий слайд, вот, получилось, что если мы говорим о ниволумумабе, то ниволумумаб, в отличие от пемпролизумаба, эффективен, независимо от PDL-экспрессии, и это достоверно показано увеличением общей выживаемости пациентов, получающих ниволумумаб, предлеченных режимами на основе препаратов платины, и кроме того, препарат, то есть, ниволумумаб, он эффективен как у пациентов с PDL-экспрессией, так и немного задерживаются, так, соответственно, как препарат эффективен как с наличием PDL-экспрессии, так и без нее, я, наверное, попытаюсь перелистывать, соответственно, и исследование кенот, где во второй линии было четко показано, что пепарализумаб эффективен только при наличии PDL-экспрессии в опухоли, и чем больше представленность PDL-экспрессии в опухоли, это как используются критерии, о которых мы будем говорить чуть позже, CPS и TPS, соответственно, здесь представленность, если мы говорим о TPS, это количество клеток с PDL-экспрессии опухолевых по отношению к общему количеству клеток, и, соответственно, CPS, это комбинированная шкала, когда идет речь, подсчитывается количество клеток опухолевых имеющих PDL-экспрессии к общему количеству PDL-экспрессии на клетках опухолевых, макрофагах и лимфоцитах к общему количеству опухолевых клеток. И вот в зависимости, но опять-таки, представленность PDL-экспрессии должна быть на иммунокомпетентных клетках, препарат пемпролизумаб работает только при наличии PDL-экспрессии, тогда как неволумумаб работает независимо от наличия данного иммунологического показателя. Вот тот пример, когда пациент интенсивно предлечен ранее с наличием PDL-экспрессии в опухоли и с множественными метастазами в легочной ткани мы видим частичный регресс, который продолжается на фоне уже более 20 введений пемпролизумаба. Ну и вот что собственно легло в основу исследования, о котором пойдет дальше речь, что ингибиторы PDL-1 это пемпролизумаб и неволумаб одобрены в качестве второй линии терапии при рецидивном метастатическом плоскоклеточном раке головы и шеи. Более высокая экспрессия PDL-экспрессии ассоциирована с увеличением эффективности пемпролизумаба, тогда как неволумаб работает независимо от наличия данного маркера и химиотерапии в комбинации с анти PD-1 терапией позволяет преодолеть иммунную изоляцию. Предполагается, что химиотерапия индуцирует инфильтрацию опухолями лимфоцитами. Исследование Кинот 0.48 дизайн заключалось в следующем, что здесь в качестве первой линии назначались три рукава, это пемпролизумаб в монорежиме до 35 введений 200 мг раз в 3 недели. Второй рукав комбинация пемпролизумаб с химиотерапией. Вначале пемпролизумаб назначался комбинацией стандартной химиотерапии на основе препаратов платины с 5 фторурацилом и далее поддержку пемпролизумабом до 35 введений в целом. И третий рукав это режим экстрим включающий комбинацию цитоксимаба в стандартном режиме с химиотерапией карбоплотин или цисплотин в комбинации с 5 фторурацилом 6 циклов. Далее переход на введение цитоксимаба в дозе 250 мг на метр квадратный еженедельно. В критериями включения это прежде всего плоскоклеточный рак, ротоглотки, полость рта, глотки и гортани. Рецидивилирующий или метастатический с невозможностью локального лечения в удовлетворительном общем статусе. Обязательно подразумевалось известный статус на вирус папиллома человека для рака ротоглотки. Ну и стратификация происходила в зависимости от PDL-экспрессии. И вот тот критерий, когда действительно нам сегодня Анна Сергеевна рассказывала, что до сих пор не существует стандартизованных подходов в анализе PDL-экспрессии, тем не менее в этом исследовании предлагалось два критерия. Это ТПС число опухолевых клеток, имеющие на поверхности PDL-экспрессии от общего числа опухолевых клеток и комбинированная шкала СПС это число клеток, имеющие на поверхности PDL-экспрессии от опухолевых клетки лимфоциты и макрофагия от общего числа опухолевых клеток. Ну и соответственно во всех исследуемых группах больные были сопоставимы по основному одному из основных критериев по представленности иммунологических маркеров. И сначала мы разберем одну ветку, это монорежиме назначалась иммунотерапия, речь идет о том, чтобы если мы говорим о метастатической форме, то назначение, кому же мы можем назначить пемпролизумаб и можем получить наибольшую вероятность ответа, кто эти пациенты, для кого мы получим наибольшую пользу. Ну и сравнили пемпролизумаб с цитоксимабом и с режимом экстрим, где цитоксимаб комбинировался с химиотерапией. Ну и что получилось, что для первой линии у пациентов с наличием PDL-Express показатель CPS был более 20%, то соответственно пемпролизумаб в монорежиме по сравнению с химиотерапией в комбинации с цитоксимабом мы получили увеличение общей выживаемости на 4,2 месяца, то есть более 50% больных в среднем прожили более 4 месяцев, а это значимо. Значит, есть пациенты, которые будут жить значительно дольше. И также в зависимости от PDL-Express более единицы, это показатель, комбинированная шкала CPS. Здесь, соответственно, чем ниже представительность PDL-Express, тем, соответственно, действительно вероятность ответа меньше. Но здесь, тем не менее, все равно общая выживаемость 2 месяца, когда на одном пемпролизумабе по сравнению с химиотерапией в комбинации с таргетным препаратом. Ну и выводы, которые по данному рукаву, когда сравнили в первой линии назначение в монорежиме пемпролизумаба, выяснилось, что да, при PDL-Express более 20% мы получили значимое увеличение общей выживаемости. Тем не менее, даже при PDL-Express более 1%, опять-таки, риск смерти снижается на, соответственно, 22%. При этом важно, что да, отсутствует преимущество выживаемости без прогрессирования, но те пациенты, которые получали ответы, полученные ответы были более длительные. Причем, действительно, пемпролизумаб выяснился по отношению к комбинации химиотерапии с таргетной терапией, имеет более благоприятный профиль безопасности, меньшая встречаемость нежелательных эффектов любой степени, так и третьей, четвертой и пятой степени, меньшая встречаемость нежелательных явлений, приведших к прекращению терапии, и ожидаемый профиль токсичности пемпролизумаба и режима экстрима, конечно же, в пользу пемпролизумаба. Иммунотерапия, вывод, который был сделан, новый стандарт первой линии терапии рецидивного метастатического рака PDL, позитивного плоскохлеточного рака головы и шеи. Важно, что сейчас это подано для ускоренной регистрации FDA, и возможно, это скоро отразится на рекомендациях. И вот опять-таки здесь действительно важно все-таки для больных с опухолями головы и шеи, как и для ряда других локализаций, возможность определения PDL-экспрессии. Также второй показатель, о котором сегодня Анна Сергеевна говорила, это уровень мутационной нагрузки TMB, который также позволит нам наряду с PDL-экспрессией выделить именно тех пациентов, у которых ранняя интенсификация лечения с помощью иммунотерапии могла бы значимо улучшить показатели общей выживаемости. И теперь, дорогие коллеги, кто еще с нами готов проголосовать, я думаю, с нами еще очень многие, поскольку значимая часть это трудный случай, который нам предстоит обсудить впереди. И, пожалуйста, вашему вниманию представляется, соответственно, голосование. Мы должны выбрать ту подходящую опцию, которая нам на основании доказательной базы наиболее оптимальна. В качестве первой линии метастатического плоскослеточного рака головы и шеи PDL-экспрессии на основании результатов исследований КИНОТ. В первой линии назначения либо химиотерапия, доступная опция, это с плотиной 5-тероацилом, либо это иммунотерапия. Соответственно, далее это у нас третья пепролизумаб в комбинации с химиотерапией или цитоксимаб в комбинации с химиотерапией каждые три недели. Так, пожалуйста, голосуем. Так. У нас голосование идет? Так. Ну, я призываю коллег голосовать, и нам очень важна обратная связь, и самое главное, мы тестируем вот эту методику возможности получения обратной связи. И еще раз, поскольку речь шла о том, что мы сравнивали два рукава пепролизумаб в монорежиме по сравнению с режимом экстрим цитоксимаба с химиотерапией, было показано, что у пациентов с PDL-экспрессией мы на одном пепролизумабе мы получили как улучшение качества жизни и самое важное увеличение общей выживаемости. Так. Спасибо большое. Мы продолжаем дальше нашу работу. И, соответственно, правильный вариант действительно у пациентов с PDL-экспрессией. И мы надеемся, что ведь речь идет не только об эффективной опции, но и очень достаточно значимый финансовый токсичный недаром термин появился в нашей рутинной практике. И, кроме того, данный вид лечения сопряжен с риском пусть небольшим, но все-таки иммуно-опосредованных осложнений. Мы должны знать, у кого из пациентов мы можем получить наибольший ответ. Поэтому внедрение в нашу клиническую практику PDL-тестирование и, возможно, в скором будущем, мы надеемся, что у нас будет возможность определения опухоли ТНБ. Мутационные нагрузки опухоли нам тоже поможет определиться с оптимальным портретом опухоли. Ну и, наконец, вторая часть данного исследования, когда сравнили пемпролизумаб с химиотерапией по сравнению с таргетной терапией с токсимабом в комбинации с химиотерапией у пациентов без PDL-экспрессии. И выяснилось, что у пациентов без PDL-экспрессии пемпролизумаб в комбинации с химиотерапией имеет преимущество по сравнению с режимом Экстрим. То есть добавление пемпролизумаба с химиотерапией по сравнению с токсимабом имело значимые преимущества. Это, соответственно, увеличение общей выживаемости на 2,3 месяца. Но надо отметить, что выживаемость без прогрессирования была сопоставима. Но при сопоставимой медиальной выживаемости без прогрессирования 20-месячная выживаемость была в 2 раза больше. Ну и, соответственно, нежелательные явления с частотой более 15%. Если мы говорим о комбинации химиотерапии с пемпролизумабом или комбинации химиотерапии с токсимабом, то в той или иной степени эти осложнения были сопоставимы. Ну и непосредственно связанные там, где речь шла об соответственно свойственных цитоксимабу осложнений, таких как, например, сыпь, мы, понятно, ожидаемо, они были выше в группе цитоксимаба. Тогда как в группе непосредственно пемпролизумаба мы чаще встречались с иммунопосредованной токсичностью со стороны различных эндокринологических систем, что, в принципе, и было ожидаемо. Таким образом, по результатам исследований КИНОТ в первой фазе у пациентов без ПДЛ-экспрессии добавление к химиотерапии пемпролизумаба значимо улучшало общую выживаемость достоверно, при этом отсутствовали преимущества выживаемости без прогрессирования, но полученные ответы были значимо более длительны. И пемпролизумаб в комбинации с химиотерапией имеет сопоставимый с режимом экстрим профиль безопасности. И опять-таки пемпролизумаб в комбинации с химиотерапией в качестве нового стандарта первой линии терапии рецидивного статического плоскоклеточного рака головы и шеи представлен на ускоренную регистрацию в FDA. Таким образом, у нас есть возможность протестировать третье голосование. Здесь речь идет о соответствии с результатами исследований КИТНОТ-48 в первой линии метастатического плоскоклеточного рака головы и шеи без ПДЛ-экспрессии. Мы рассматриваем в качестве первой опции наш стандартный режим химиотерапии с комбинацией с 5-терурацилом. Второй вариант ответа – пемпролизумаб 200 мг каждые 3 недели. Далее комбинация пемпролизумаба 200 мг с химиотерапией. Соответственно, и цитоксимаб в комбинации с химиотерапией цисплатином и 5-терурацил каждые 3 недели. Пожалуйста, коллеги, голосуем. Самое интересное, что вот я сейчас держу, сама подключила, идет некоторое отставание. Вот у меня, по крайней мере. Я слышу свой голос. То, что я говорила несколько, буквально секунд назад. Небольшая задержка, да, есть. Просто я говорю, что немножко буквально есть небольшая задержка. Но, в принципе, благодаря этому мы, вот, поэтому сразу и не видим голосование, поскольку мы здесь живем, то есть, как бы у нас получается, нашу трансляцию видят немножко в прошлом, буквально несколько долей секунд. Поэтому, да, мы в будущем. Мы в интернетном будущем. Поэтому, спасибо за голосование, те, кто ответил. Правильный ответ, соответственно, да, действительно, у пациентов даже без спидиэлиэкспрессии добавление пемпроплюзмаба к химиотерапии дает нам значимое улучшение результатов лечения. Поэтому настоящий момент действительно в нашем таком вот мультидисциплинарном комплексном подходе лечения больных опухолями головы и шеи, наряду с хирургическим лечением, радиотерапией, химиотерапией и при наличии цитоксимаба, который играет крайне важную роль в лечении данной группы пациентов, у нас появилась новая опция иммунотерапии. Фактически, иммунотерапия, начиная с 2011 года, это солнце, которое зашло над солидными опухолями. Это слова, которые были сказаны на ЭСМО в прошлом году Александром и Гермонтом. Но я думаю, что это касается не только меланомы, но и всех различных злокачественных опухолей. И мы вот сегодня рассмотрели, и сегодня уже нам подробно Замира Ахмедовна рассказывала о возможностях лекарственной терапии. А сейчас мы разобрали то новое, собственно, что произошло в прошлом году. И это отразится на нашей дальнейшей клинической практике. Но мы должны, конечно же, помнить, что хирургия не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивая человеческий организм. Глубоко в него проникая, хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке, и при том не только о его теле, но и состоянии его психики. Это не все понимают, этому слишком мало учат. Но теперь мы это все понимаем, и этому действительно много учат. И вот в 1945 году вне победы наш институт и вне блокады не переставал работать. Надо сказать, что несмотря на жучайший голод, ни одно лабораторное животное не пострадало. Работа шла, проходили научные конференции. И важные слова, которые написал Николай Николаевич Петров в вопросах хирургической диантологии, они не теряют свою значимость и сегодня, поскольку больной это всегда человеческая личность, со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личной случаи. И спасибо большое за внимание.